Российское министерство обороны провергло информацию журналистов СНН о том, что 4 из 26 крылатых ракет, выпущенных 2 дня назад из Каспийского моря по объектам боевиков в Сирии, якобы упали на территории Ирана. В военном ведомстве отметили, что в отличие от американского телеканала, распространившего этот нелепый вымысел и со ссылкой на некие анонимные источники, наше командование показывает пуски и пораженные цели практически в режиме реального времени. Как бы ни был неприятен и неожиданен для наших коллег в Пентагоне и Ленгли удар высокоточным оружием по инфраструктуре ИГИЛ в Сирии, все-таки все запущенные с кораблей ракеты нашли свои цели. Это факт. Иначе пришлось бы признать, что расположенные на значительном удалении друг от друга объекты террористической группировки ИГИЛ в Сирии взорвались сами собой, причем почти синхронно. Сообщение CNN вызвало недоумение в Тегеране. Иранское министерство обороны назвало это частью цитата «психологической войны Запада» и официально заявило, что никакие российские ракеты в их стране не падали. Кстати, в Госдепе США, как оказалось, тоже не могут подтвердить информационный вброс американского телеканала. В этом признался на традиционном брифинге представитель внешнеполитического ведомства Джон Кирби. В центре внимания, между тем, оказалось еще одно высказывание, прозвучавшее из уст главы Пентагона. Эштон Картер предрек российской группировке в Сирии потери среди военных. И в этом, по его логике, будут виноваты они сами, поскольку ответные атаки террористов, опять же, по словам Картера, станут результатом действия России в Арабской Республике. Вот что ответили на это в нашем министерстве обороны. В своих оценках действий американских военных в различных операциях, проводимых ими по всему миру, представители Минобороны России ни разу не опускались до публичных ожиданий гибели американских солдат, не говоря уже об обычных американцах. Сегодняшнее заявление главы Пентагона Эштона Картера, к сожалению, более чем наглядно характеризует нынешний уровень политической культуры отдельных представителей власти США. А точнее, степень их цинизма по отношению к остальному миру. Уверен, что ни один американский генерал такого бы себе никогда не позволил.